Здравствуйте! Этот год был не самым легким для многих жителей края. Наиболее остро люди восприняли ситуацию с появлением QR-кодов, а также со значительным повышением цен на продукты. Сегодня в нашей студии мы поговорим с цифрологом Вячеславом Классиным, постараемся объяснить накаленную ситуацию в обществе с точки зрения цифр, а также поговорим о прогнозах на следующий год. Вячеслав, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что такое цифрология и как с помощью неё можно объяснить происходящее? Все мы знаем науку нумерологии, но нумерология объясняет наши цифры только лишь с точки зрения даты рождения. А вот давайте, София, посмотрим, в каких областях ещё у нас цифры используются. Время, деньги, календарь, ценники, посмотрели на часы. И это всё цифрология. То есть все цифры в нашей жизни можно объяснить очень легко одной фразой. Наша жизнь соткана из букв и цифр. И любые цифры объясняются с помощью науки цифрологии. А как вот рассчитать? Для каждого человека это рассчитывается? Определённая цифра. Как узнать цифру человека? Для каждого человека она своя. Мы берём дату рождения, 8 цифр. Между каждой цифрой ставим плюс и получаем число. Я думаю, многие знают, что цифры и числа отличаются от 1 класса. Так вот наша задача — получить цифру от 1 до 9. Складывая все цифры даты рождения, мы получаем свою цифру. Вот именно поэтому люди и на этот год, и на прошлый, и на следующий всегда будут смотреть по-разному. Для кого-то этот год успешный. Для многих он тяжёлый. Я считаю тяжёлый для тех, кто не знает свою главную цифру, когда мы будем понимать, а это твёрдая точка опоры. У меня, как у психолога, есть твёрдое убеждение, что только уникальный человек имеет право быть счастливым. А наша уникальность в нашем твёрдом стоянии на ногах — это цифры. А что с помощью цифр можно изменить, скорректировать в своей жизни? Первое наше действие, ежедневное наше действие. Можно просчитать день, можно просчитать месяц, можно просчитать год. В принципе, по цифрам можно просчитать будущее до 108 лет. То есть у каждого из нас можно просчитать, как это будет. И когда мы будем чётко понимать, вот, допустим, главная цифра сегодняшнего дня, цифра 9. Мудрость, гибкость и умение посмотреть со стороны, понаблюдать, а не быть главным героем. И нам тогда гораздо проще будет. Это знаете, как навигатор. Мы точно знаем, с какой стороны подъехать к месту, чтобы не попасть в пробку. А какие сферы можно просмотреть с помощью цифрологии? Самые простые сферы, я вот занимаюсь консультированием более 6 лет, уже провёл более 1000 консультаций. Это отношения, предназначения и деньги. То есть три самых популярных, самых ярких сферы. Скажите, пожалуйста, вот, чтобы сделать прогноз конкретному человеку, да, вы высчитываете матрицу? Да. А вот общие прогнозы, как они делаются? Общие прогнозы берутся относительно года. Смотрите, для меня год 2021, это же число, складываем, получается, пятёрка. Это любовь. Следующий год шестёрка, он будет немножко пожёстче. Так вот, в этом году я беру главную цифру года, беру матрицу человека, и в тот день, и в какой месяц мы с ним встретились. А скажите, почему этот год для многих вот оказался тяжёлым с точки зрения цифрологии? Давайте с вами с другой стороны на это посмотрим. Если правша будет писать левой рукой, ему непросто будет. Если правша возьмёт ручку в правую руку, ему гораздо проще будет. Когда люди знают свою главную цифру, и они знают, как вот водитель на дороге, как объехать ямки и кочки, у них каждый год будет довольно простой, я бы правильно сказал, фраза «эффективный». Он не бывает хороший, плохой. Для меня это слова не совсем понятные. А вот эффективный или неэффективный, это да. И поэтому те, кто в начале года заказывают у меня, или мы просчитываем год, им гораздо проще. Они понимают, в какой месяц что лучше делать, а что лучше не делать. И вот последние три месяца каждого года, октябрь, ноябрь, декабрь, потому что они же уже числовые 10, 11, 12, они показывают, что у человека будет в следующем году. То есть с октября этого года, вы можете даже вспомнить свои периоды жизни, нам уже показывают, что будет в следующем году. А вот такие острые темы, как, допустим, повышение цен. Это вот с точки зрения цифрологии, как это объяснить? Какая цифра на это повлияла? Это уже надо посмотреть цифры людей в правительстве. То есть уже много параметров, которые мне неизвестны. То есть это как вот X плюс Y равно 9. И человек, когда приходит ко мне на консультацию, мне эти параметры надо раскрыть. Человек думает 1 плюс 8, 2 плюс 7, я говорю 5 плюс 4. То есть моя задача эти неизвестные пораскрывать. Ну то есть, возможно, цены на продукты, это вот следствие там чьей-то цифры? Абсолютно. Смотрите, у нас же и в правительстве, и президент, все люди, и у всех есть даты рождения. И все подвержены влиянию ситуации, людей вокруг. Когда мы начинаем друг с другом пересекать события, люди очень часто общаются вот так. А когда понимают цифры, видите, и механизмы затикали. Люди гораздо проще понимают многие вещи, людей и ситуации вокруг нас. А чтобы именно посмотреть жителей края, это как-то вот цифры региона? Абсолютно. 22, да. И год следующий будет для Алтайского края. Он будет довольно эффективный, если мы применим с вами одно действие. В цифрологии цифра 2 – это простые, бездумные, системные, непонятные, однообразные, повторяющиеся действия. Но когда мы все двойки сложим, получится цифра 6 – это анализ. То есть к этим всем действиям надо добавить только анализ. И мы получим самое ценное в жизни – это опыт. Вот. Поэтому 2022 для Алтайского края будет эффективный. Немножко с вами забежали вперед. Вот все-таки в этом году какие цифры на что повлияли с вашей точки зрения? В этом году повлияло одно очень интересное качество – умение или неумение любить себя. Цифра 5 – это любовь и эмоции. Но в первую очередь по отношению к себе. QR-коды. Давайте возьмем QR-коды. Как вот, откуда это? Коды – это цифровизация. Сейчас, в принципе, весь мир погружается в диджитал. То есть диджитал – это, как еще называю свою науку, digital psychology – цифровая психология. То есть диджитал сейчас весь мир. У нас телефоны уже без кнопок, да, и все это. Это некая часть прогресса. От этого не уйти. Он или с хорошей стороны придет, или с плохой. Поэтому, ну, он зашел, может быть, не с той стороны, с которой людям нравится. Поэтому, если у нас есть области в других областях, где мы можем развиваться, ну, QR-коды, они нам не мешают, по большому счету. А почему реакция у людей такая на QR-коды? Вот это тоже как-то цифры здесь? Абсолютно. У каждого человека есть сильные и слабые стороны. Если мы будем четко знать наши сильные стороны, слабые нам не будут мешать. Я считаю, что именно внимание, вот смотрите, тонкий момент, именно фокус внимания на QR-коды человеку не дает зарабатывать. По большому счету, вот прям если вот по большому счету взять, они не мешают зарабатывать. Потому что есть другие области, где мы можем себя развивать. Просто мы фокус внимания делаем здесь. Если бы мы фокус внимания сместили на другой, не было бы такого большого. А вот в конце каждого года люди надеются, что Новый год, он принесет много хорошего, да, будет лучше, чем уходящий. Скажите, что ждет жителей Алтайского края в 2022 году? Да, опять же знать. В декабре 2021 года, так как это год пятерки, Вселенная спросит у всех, Иванов, Петров, Сидоров, насколько вы любили себя? Если человек скажет ответственно, определенно, четко «да», все, в следующем году ему Вселенная очень много выдаст возможностей. Но если человек засомневается, пересдача будет только в 2030 году. Следующий год, когда повторится цифра 5, любовь к себе 2030. Поэтому вот в этом году еще можно успеть себе рассказать, почему мы себя любим. А следующий год, он будет год, кто-то скажет непростой, я скажу эффективный, если мы правильно поймем его. 2022 в сумме это цифра 6. Стержень, харизма, самооценка, глубина, логика, видение, структурирование, системный анализ, умение вслух сказать свое мнение и отстоять его. Яркие представители цифры 6, Тинькофф, Дуров, Сильвестр Сталлоне, Джофф Безос, это те люди, которые, зная свое мнение и понимание глобальных планов, они очень много зарабатывают. Один такой интересный вопрос. Помните, сколько налей у нас в миллионе? Шесть. Поэтому цифра следующего года, она нам очень много принесет признание деньги. Но год будет интересен с точки зрения чего? Будет вот такое действие. Либо год будет снимать с нас стружку, либо выдавать признание деньги. Поэтому год будет очень интересен с точки зрения понимания эффективности. А для людей с какой цифрой год будет хорошим, продуктивным, эффективным? Для людей с любой цифрой. Просто этот алмаз цифры 6, его надо покрутить. Это очень многогранная цифра. Вот мы с вами уже перечислили порядка 10 грани. То есть для каждой цифры он будет свой. Естественно, для тех, у кого главная цифра 6, он будет самым лучшим. Но для других людей его тоже можно покрутить, повернуть. Это как в ночном клубе. Шарик крутится, он какой-то стороной блеснет нам. Просто его надо правильно для себя. Это как в сказке. Избушка-избушка. Повернись к лесу, да, там ко мне передам. И обязательно цифра 6, она отдаст свои возможности. А может быть, какие-то глобальные события по цифрам можно предвидеть? Абсолютно. Например, на следующий год? На следующий год очень много будет радикальных принятых событий, о которых думали, может быть, даже десятилетия. И они в следующем году, это как результирующие. То есть 2 плюс 4 равно. Так вот 2 плюс 4, это предыдущие годы были. После знака равно мы приняли решение, мы поставили печать. Это и с точки зрения и отношений, и бизнеса, и соединения, партнерских, и может быть разрыва партнерских отношений, как в бизнесе, так и в других сферах. Поэтому очень много будет именно конкретно принятых решений. То есть то, о чем думали, вот приняли. То есть приняли закон. Очень много будет приниматься законов. Возможно, мы будем думать жестких, но через какое-то мы время поймем, что они нужны нам. А скажите, а ситуация вот с напряжением у людей, она как-то сойдет на нет в обществе? Вот здесь как раз очень тонкий момент. Цифра 6, она нам очень много будет давать результатов, когда мы очень много будем делать. То есть 2022, я просчитывал на 20 лет вперед, вот такой год, когда просто действия, действия, еще раз действия, он повторится только через 20 с чем-то лет. То есть в этом году очень важно, то знаете, как вот делать, делать, делать и еще раз делать, а возможно и еще раз однозначно принесут результат, когда мы добавим анализ. То есть вот этот год, он напряженный будет с точки зрения физических действий. Возможно, действия, опять же, непонятных, бездумных, но проанализировали, взяли результат, пошли дальше. То есть вот напряженный будет с точки зрения действий. А как понять, что делать? Нужно, чтобы год прошел легко. Вот вы знаете, у психологов есть шикарная фраза, когда вы не знаете, что делать, просто делайте. Как вот говорят, знаете, как не знаете, что делать, ляжьте в направлении мечты. То есть как это вот мечту повесить у себя над головой, да? То есть было, по крайней мере, видение и фокус. То есть непонятные действия, это вплоть до того, что вот у меня на консультации есть такое одно из упражнений, это ходить задом наперед. Вы знаете, что японцы и китайцы, они этим вылечивают вплоть до болезни Альцгеймера. И вот у меня, как у психолога, на консультации очень много лайфхаков, фишечек, авторской методики, которые человеку дают. Я же не просто вам расскажу про цифры, а я их расскажу, как применить. Это более 200 фишек, наработанных за 6 лет. Одно из это вот погулять спиной вперед от 15 минут, думая о проблемной задачи. А скажите, еще интересно, все загадывают в новогоднюю ночь желание под бой курантов. Как это может быть с точки зрения цифр? Отличный вопрос, благодарю вас за него. Я рекомендую загадать 12 желаний. Почему? Потому что у нас будет 12 месяцев. Каждый месяц он отвечает за каждое. Коротко расскажу. В январе важны идеи, в феврале важны действия, в марте очень важно подведение маленьких итогов выгоды и пользы, в апреле, в четвертом месяце важно назначить свои законы и границы правила, в пятом месяце, в мае, включить, вдохнуть энергию в наши цели, в шестом месяце понять, что мы ровно половину уже сделали, от того, что нам надо, но и добавить стержня харизмы глобальных планов. Седьмой месяц подумать интуитивно, с какой другой стороны мы можем развивать проект. Восьмой месяц – месяц напряжения. Собрать все предыдущиеся месяцы фоедина и через напряжение в девятом месяце в сентябре подытожить. А вот следующие три месяца – 10, 11, 12. Десять – рассказывать об этом всем, неважно какой ответ будет. Одиннадцать – один и один. К нам приходят последователи. А двенадцатый месяц – единственный, где мы можем один и два сложить. Это будет тройка. Мы получаем выгоду и пользу. А как эти 12 желаний заранее нужно? Как правильно их заказывать? Их можно прописывать и весь январь. В принципе, весь январь. Мы просто берем каждый месяц и прописываем. Вот я уже проговорил, да, и примерное разложить. То есть большая цель, она состоит из маленьких кусочков. В данном случае мы можем даже пятигодовую цель разложить. Только мы одну пятую выполним в этом году. И разложив ее на 12 маленьких кусочков, нам уже гораздо проще будет это сделать. А как это? Успеть можно в 12 желаний сразу? Это не обязательно. Это можно прямо сегодня. Можно сделать и 31-го, и весь январь. То есть не обязательно подбой курантов? Не обязательно, конечно. Это было бы здорово, если бы мы в последний час. Самое идеальное, конечно, это с 23-х до 0-0 до начала года. Как раз вот это целый час посвятить себе. Но если не получится. Ну это как вот, знаете, над нами крыша кабриолет откроется. То есть вот в этот час он магический. Но если нет, можно сделать и до, или уже в январе. Спасибо, было интересно. Ну а я напоминаю, что сегодня в нашей студии мы говорили с цифрологом Вячеславом Классиным. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова